Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами снова в цикле «Кинореплики». Это цикл о ведущих кинематографистах города Санкт-Петербурга, киностудии «Ленфильм», других киностудий, а также высшей школы режиссёров и сценаристов. Сегодня мы открываем новую страницу цикла «Кинореплики». Я сейчас объясню, в чём тут идея. Если раньше мы беседовали с мастерами кинематографа, уже состоявшимися, операторами, режиссёрами, преподавателями школы, то сегодня моим собеседником будет студентка школы. Я напомню, что в высшую школу режиссёров и сценаристов нельзя поступить сразу после средней школы или какого-то средне-технического заведения учебного. То есть сюда берут уже с высшим образованием людей, которые что-то уже делали, чему-то научились, то есть взрослых людей. И вот этот момент перехода, так скажем, из одной профессии в другую, он тоже очень интересен. И вот мне кажется, что именно студенты, которых я постараюсь приглашать сюда регулярно, к «Кинореплике», они-то и могут объяснить, почему это вдруг вот так у них произошло. Вот учились и работали в одном направлении, вдруг перешли, увлеклись кино, стали учиться в высшей школе режиссёров и сценаристов. И в итоге всю свою будущую жизнь связывают с кинематографом. В цикле «Кинореплики» я с большим удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя, собеседника. Это Ольга Ксенофонтова, студентка второго курса мастерской Валерия Зиновьева. Это класс киноактера. А до этого она уже успела поучиться и окончила мастерскую Игоря Плаксина. Это мастерская компьютерной графики. То есть стала профессиональным супервайзером. Оля, добрый день. Здравствуйте. И у меня традиционный вопрос, я ко всем его обращаю, задаю. Почему ты в кино? Потому что мне это нравится. Я года два с половиной назад пошла к фейтингу на короткие курсы, окончила их и поняла, что кино это мое. С тех пор я здесь. Тебе нравится именно производство кино? Да, мне нравится процесс производства, но и результат тоже. Без результата не будет ничего. Мы же работаем для зрителей. И у тебя есть какие-то идеи, которые... У меня полно идей, но у меня слишком мало времени. Но это сейчас? Ну да, нет, конечно, я их реализую. Тогда у меня вопрос, вот как возникло... Ну, мы все любим кино. Я не знаю, трудно найти человека, который бы сказал, ой, не люблю кино. То есть в том или ином виде, ну, мы все смотрим кино, вообще приучены с детства как-то в кинотеатр ходить, телевизор смотреть, поэтому тут всеобщая такая любовь. А вот когда ты впервые перешла порог Высшей школы режиссеров, сценаристов, что этому предшествовало? Вот то, о чем я сказал в своем небольшом предисловии, вот как произошел этот поворот? Я поясню нашим зрителям. Вообще Ольга окончила наш государственный университет, около 10 лет работала в науке. Правильно? То есть это биолога, как он назывался, факультет? Биолога-почевный факультет, но я скорее была биофизиком, биохимиком. То есть биофизика, биохимия и вдруг кино. Вот можешь объяснить, как произошел этот переворот, что в голове сложилось? Честно? Ну, как? На самом деле я училась на Матмехе на программирование, мне очень хотелось сделать что-то вроде базы данных, где я могу показать различные биологические процессы в виде не просто изображения, а в виде их взаимодействия, то есть мультика в кино. И меня это зацепило, и я решила пойти сюда, попробовать. И даже мой дипломный проект, скорее всего, будет связан с этим. Я хочу показать взаимодействие бактерий и вирусов, их войны, их примирение. Сценарий написан, осталось только реализовать. Из твоего ответа вытекает следующий вопрос. Именно поэтому был Плаксин? Именно поэтому он... Нет, Плаксин был случайно. Я хотела к Феттингу. Ну-ка, он же, это же компьютерная графика. Ну, мне это тоже было интересно. Я хотела пойти на режиссуру к Феттингу, но в этом году он не набирал. Думаю, о, есть Плаксин, надо к нему попроситься. Я говорю, вот я программированием занималась, на Линакс сидела. Он говорит, да, да, Линакс. Все, беру. И взял меня. Я бы еще у него поучилась, но в принципе он дал направление, как развиваться, поэтому я думаю, что справлюсь. Ну и как прошли эти вот два года у Игоря Ивановича? Я тоже с ним тут беседовал, в этой аудитории. То есть это обаятельнейший человек. Но при этом я понял, что он довольно жесткий преподаватель. Ну, для меня мягкий. То есть как прошло вообще это обучение? Вот, скажем, мы твой ответ адресуем тем абитуриентам в будущем, которые тоже прицеливаются поступить в мастерскую Игоря Плактина. Что там интересно, что там трудно? Это безумно интересно. Я считаю, что для любого человека, кто умеет взаимодействовать с компьютером, каждое полугодие у него разбито на изучение какой-то конкретной программки. Либо для создания спецэффектов, либо для 3D-графики, либо для создания там всяких разных анимаций. И он готов подстраиваться под студентов. То есть приходят ребята и говорят, а можно вот это? Он говорит, можно. А вот еще вот это? То есть он не только дает жесткую программу, он еще помогает, направляет и подсказывает. И он потрясающий человек. Он постоянно учится. То есть он сутками в интернете, в YouTube, еще где-то читает. Он никогда не знал английский язык. Он учил немецкий. Он с какими-то переводчиками читает толстенные инструкции, как, что, где использовать. То есть он человек, который просто несется вперед, несмотря на его достаточно большой возраст. И это для меня огромная мотивация. Я тоже так хочу. То есть для меня он просто гуру и волшебник. Он мне тоже рассказывал, что выходит какая-то новая программа, она еще не освоена. И он еще ее не знает, но он сидит ночами. Он ее осваивает. Кому-то звонит, у кого-то что-то выясняет. То есть для него это вот... Он великий, да. Но я считаю, что он самый умный и продвинутый в этой школе. То есть есть режиссеры, и сценаристы, а вот есть именно интеллектуалы. Вот это Плаксин. А вот у Игоря Ивановича у тебя появился какой-то свой конек личный? Вот Ольга Ксенофонтова, вот как-то она проявилась там, вот именно авторски. У Плаксина? Он сказал, это человек оркестра, но вообще-то вы актриса. И я так расстроилась, видимо, я не супервайзер. Но он говорит, я вижу, у вас актриса, так что идите туда. И я пошла к Валерию Анатольевичу. А самое любимое... Еще один вопрос все-таки по мастерской компьютерной графики. А самое любимое дело какое там было? Там же много направлений. От мультфильмов там до... Самое любимое дело общаться с Плаксиным, потому что из него столько информации... В любой... Да, потому что он тебе и про операторское дело, и про супервайзеров, и про практическую съемку на натуре, как там с хромакеем, как там измерять всякие разные пространства и потом подставлять 3D-объекты. То есть, просто общение с ним, это фантастика. Понятно. Хорошо. И вот Игорь Анатольевич говорит тебе, что ты актриса. Да. И у тебя что-то опять в голове происходит. И я понимаю. И ты подаешь документы на следующий курс, на следующую мастерскую, к Валерию Зиновьеву. На самом деле, было немножко иначе. У меня зимой было скучно. Я решила пойти на интенсивный курс к Валерию Анатольевичу. Мне понравилось. Думаю, что бы еще поделать. Были 6-месячные курсы. Ну, думаю, ладно, пойду туда. И тут Миша говорит, надо бы еще поучиться. Я говорю, я тоже хочу. И мы скопирировали ребят, договорились. Я пошла к директору у Федины и говорю, можно мы продолжим? Я говорю, нет, 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 нельзя. Но потом договорились. И теперь есть 2-годичные курсы. И я их в этом году оканчиваю. Ну и как актерская профессия? Актерская прекрасна. Это меняет мою жизнь. Меняет мою жизнь, мое мышление. И появляются новые ощущения, потому что всю жизнь мне надо было думать головой. Оказывается, это никому особо не надо. Потому что есть тело, есть какие-то чувства, ощущения, взаимодействие с партнером. И это тоже интересно. То есть, какая-то новая область знания, да? Ощущения. И то, чтобы новая область знания, это просто другие области мозга. То есть, у нас же есть левое, правое полушарие. Что-то мы активируем, а что-то у нас спит. Вот это у меня потихонечку просыпается. Это здорово. Я тут краем уха слышал, что ты мечтаешь сыграть Дездемону. Это уже будучи в актерской струе. А почему Дездемону? Ну, во-первых, это молодые... Почему не Борей Стюарт? Я всех мечтаю. Но Дездемон, она просто очень необычная. Потому что мы начали репетировать. Я, правда, была не Дездемон, а Эмилией. И я поняла, что там есть что пощупать, поиграть. Она объемная. Она не плоская. Она не просто любит своего тела. Там масса каких-то ощущений, эмоций, тонкостей. И вот если это найти, то это будет очень здорово, интересно и полезно для опыта нервной клетки. Есть такой термин на актер. Такая практическая задача, да? Ну, да. А с точки зрения художественного образа? Ну, трагическая роль? И что? Ну, пускай меня задушат. Мне не жалко. Так. Ну, хорошо. Ну, с учетом первого образования в киношколе, да? Вот сейчас второго, в принципе, осталось совсем немного уже, да? Как бы второй год уже тут все дипломный, актерская. С учетом того, что ты работала, как я знаю, оператором, и больше того, ты даже работала продюсером. Вот ощущения от своего присутствия в школе. Что, например, уже удалось сделать? Есть какие-то верхние точки, какие-то достижения в школе? Вот расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, у меня есть ряд работ достаточно интересных. Я работала с режиссерами и как супервайзер, и как актриса. Но больше всего в этой школе меня поразила кинопроизводственная практика. Потому что нам по полочкам разложили, какой человек за что отвечает. Оператор за это, художник, гример за это, продюсер за это. И я теперь четко понимаю, как строится кинопроизводственный процесс. И это здорово. Поэтому я считаю, что самое большое достижение понять, как это работает. И использовать на практике в дальнейшем. Ну, а спецэффекты я еще потом нарисую. Там всякие дождики, снега. Ну, а с учетом того, что кино – это искусство, а искусство создается художником. Вот я бы хотел как-то понять твои какие-то художественные пристрастия вообще. Какие-то основы художника тебе проснулись, появились. Художник – понятие обширное. Что имеется в виду, как анимация или как человек творческий? То, что к тебе ближе всего. Как творческий, да. Если честно, мне ближе всего детские фильмы. Если бы я стала настоящим режиссером, впрочем, когда-нибудь стану, то я бы снимала детские фильмы. Поскольку я не люблю всякие ужастики, мистику. Детские фильмы… Ну, про детей, про доброту, про какие-то семейные целисти. Мультфильмы или фильмы нормальные? На самом деле можно и фильмы, и мультфильмы. И мультфильмы. У меня, поскольку четыре ребенка, актеры уже есть. Можно их снимать. Ну, кстати, Ванька старший уже снимался в нескольких фильмах. Да, четыре ребенка – это нагрузка. Это есть. А как удается четыре ребенка и совмещать это с учебой, с работой? А я их чередую. С актерской вообще профессией. Они у меня про списание. Вот из всех направлений и профессий, которые дает школа, и которые у тебя уже как-то зафиксированы, да? В твоем, как сказать, образе, мышлении, в сознании. Вот ты все-таки кто? Я человек. А по профессии? Нет, серьезно, мне кажется, что у меня сильные продюсерские качества. Меня все время говорят, иди в продюсеры, иди в продюсеры. У меня это получается. Мне нравится режиссура, мне нравится операторская. Со сценарным сложнее, тут надо потренироваться. Наверное, я все-таки режиссер. А в актерском где требуют, которые сейчас непосредственно нет? Актерская – это скорее какое-то дополнительное к режиссуре. Потому что любой режиссер должен быть актером, чтобы понимать, что и как. Даже если ты рисуешь мультики, тебе надо понимать, что ощущают актеры, как они перемещаются, какие у них действенные задачи. И актерская очень сильно помогает. Я, конечно, могу быть профессиональной актрисой, но это требует больших ожиданий. Мне не нравится ждать. Он Миша подснимался и долго-долго ждал, когда же его позовут, когда же его пригласят. А я просто хочу делать, мне скучно. Я не могу сидеть на месте. Поэтому я, наверное, режиссер. А, да, давай мы сейчас поможем молодым, как сказать, будущим, возможно, будущим актрисам, которые тоже мечтают, очень много таких людей, которые мечтают стать актрисой, играть с великими актерами, с великими режиссерами. Вот уже прикоснувшись к актерскому делу, к актерской профессии, вот скажи им, что это за труд? Что тут самое сложное? Что тут вообще, я не знаю, надо переделывать себя, чтобы стать актрисой? Ну, по-честному, надо почитать Станиславского. Там все написано, что да как. Почитать и пропустить через себя. Потому что сейчас очень много поверхностных актеров, они играют, ну, только какую-то внешнюю сторону, это неинтересно. А кроме того, насколько я понимаю, у актеров должна быть дисциплина, потому что современные актеры опаздывают на площадки, не отвечают продюсерам, там, кастинг-директорам, и получается, что они не взаимодействуют, а без взаимодействия не будет и фильма. То есть какой-то эгоизм пошел. Если раньше даже профессиональные актеры бежали на Ленфильм, приходили заранее, готовились, входили в образ, то эти просто приходят и по щелчку хотят, чтобы все работало, а так не бывает. То есть нужно долго-долго готовиться к роли, нужно понимать, что задумал автор. Это самое главное, потому что сейчас есть много разных постановок, и они вроде бы современные, но как будто ни о чем, они очень поверхностные. А автор, там, Чехов, Толстой заложили гораздо более глубокие идеи, и современные актеры не могут о них докопаться. Очень жалко. А как это берется? Каким инструментом? Какой волей? Или чем это можно вот... Я считаю, что, во-первых, должна быть общая эрудиция. Люди книжек не читают, и как они могут понять какие-то великие мысли? Они могут понять на уровне своего сознания. Плюс надо иметь хорошую наблюдательность, потому что ты же не только современный человек, ты, например, живешь в 19 веке, а там своя эпоха, свои взаимодействия, что-то можно, что-то нельзя, это надо прочувствовать. Это надо вычитать, послушать рассказы, наблюденность. А мы просто делаем... Я считаю, что в 19 веке люди ходили так, и все. Это неправда. Ну, например, девушка, которая играет представительницу 19 века и ходит с сутулой спиной, это уже неправильно. Так не бывает. То есть там это требование было? Да, там было очень много требования. Держать плечи, спину, да? И надо было это понимать. Там вообще нельзя было присаживаться с мужчиной на один диван. Нужно было мужчине спросить, а можно я сюда присяду? А сейчас так плюх и все. И люди вот этого не чувствуют, они не чувствуют эпоху. Это большой минус. А вот проблема, скажем, все-таки мне хочется покрутить тебя немножко вот по актерскому, да? А проблема вживания или воплощения в другой образ, в другого человека, вот как ты ее решаешь? То есть как это вообще происходит? Как можно совместить? Ну, ты же человек, у тебя есть свои пристрастия, свои привычки, вообще свой характер. Ты любишь горячий чай, а кто-то любит его холодный. И тебе надо играть человека, который любит. Вот как это привить к себе? Как это привить к себе другого человека? Существуют разные методики. Есть по Станиславскому, есть по Демидову, например. И надо пробовать, какая тебе больше подходит. На самом деле надо уйти от своего эгоизма. Потому что если мы думаем только про себя, мы только и будем играть себя. То есть надо довериться вот этому образу, какому-то другому персонажу. А кроме того, нужно в плохом искать хорошее. Даже если ты играешь какого-то злого, все равно нужно оправдывать своего персонажа. Оправдывать? Да, оправдывать. Даже если ты маньяк, убийца, кто угодно, все равно что-то должно быть. На самом деле это колоссальная работа, и у актеров есть свои методики. И Валерий Анатольевич о них знает. То есть девушкам, которые мечтают стать актрисами, надо готовиться к какому-то титаническому труду и усилиям над собой, да? Я считаю, что это просто нужно перестроиться. Но я училась на биофаге, а потом пошла на матмех. И я поняла, что это совсем другое. То есть одни и те же английские слова означают другое. Ценность, значение и так далее. И мне пришлось перестраивать мозги. То же самое здесь. Только здесь, кроме мозгов, еще и тело. Ну, поскольку человек должен владеть всем. Хорошо, тогда еще немножко вернемся к твоему первому образованию. Ну, так, вскользь. Потому что оно никуда... Вот у меня тоже два образования, даже побольше. Но сейчас вопрос не обо мне, а вопрос о том, что вот ты чему-то научилась в университете, да? Вот на тех двух факультетах. Вот как вот то прежнее образование сейчас помогает вот в этой нынешней ситуации, в нынешней киноводе, кинопространстве? Ну, на самом деле, это жизненный опыт, это какие-то навыки, умение работать с информацией. Для плаксина, для компьютерной графики это очень важно. Потому что я не с нуля туда пришла, а я уже что-то умела, и мне гораздо проще было адаптироваться. А для актерского это скорее мешает. Потому что актеры, они не мыслят так прямолинейно, как компьютеры, один, нуля, один, нуля. Они другие, они чувствуют, они излучают энергию, какие-то вибрации. У компьютера этого нет, у компьютера более сухой. Ну, как бы, живой человек, правильно? Ну, что-то может происходить. Это да, но мы еще залезаем внутрь. Вот самое сложное, это достать изнутри, потому что внешне мы можем поменять костюм, мы можем изменить грим, но что-то должно быть внутри. То есть даже сердце бьется, либо очень быстро, либо очень медленно, в зависимости от роли, от предполагаемых обстоятельств. И нужно уметь это контролировать. А это не так-то просто, этому надо учиться. То есть фактически есть музыкальный инструмент, а есть человек. Вот наше тело, наш голос, это тоже какой-то инструмент, и надо научиться на нем играть. Это приходит с помощью упражнений, с помощью работы, с помощью опыта. А бывает кто-то тебя вдохновит, и у тебя начинает получаться. Раньше не получалось, а потом раз, вот так. Да, это как в спорте, вот найти нужное движение. Да, да, да. Да? Примерно так же, да? А скажи, пожалуйста, ведь актер чаще всего, ну, практически 99%, он не один в кадре или на сцене. Вот это вот чувство локтя, и вообще чувство коллектива, чувство взаимодействия с другими актерами, которые тоже в своих образах, вот насколько оно у тебя активировано? Я считаю, что мне здесь еще надо учиться и учиться, потому что сложно почувствовать человека. Одно дело, когда в реальной жизни, а другое, когда у тебя чужие слова, у тебя чужие предполагаемые обстоятельства. Ну, вот ты сейчас в лесу, кругом деревья, и человек от тебя что-то хочет, а ты этого человека либо знаешь давно, либо не знаешь совсем, и надо перестраиваться. Ну, я считаю, что это вопрос времени и тренировок. Ну, и вот если обратиться к великим дежиссерам, там, к Александру Сергеевичу, я не знаю, ну, вот к учителю твоего учителя, Зиновию Карагодскому, они все просто утверждали, говорили, что вот коллектив – это главнее, чем индивидуальное мастерство. Конечно. Что только, вот я к чему, это мой вопрос-то к чему, что только в коллективе, как социальная сущность, актер вырастает в актера. Что только вот в связи с другими людьми, причем когда кто-то советует, кто-то критикует, кто-то помогает, кто-то подсказывает, кто-то просто наводит на мысль, на образ. Вот я бы хотел услышать твое, как бы, отношение именно к коллективности актерского дела. Ну, я считаю, что это правильно, потому что мы друг друга развиваем, потому что взгляд со стороны очень важен. Ты же, когда что-то играешь, делаешь, ты не можешь себя увидеть со стороны, поэтому у любого актера должен быть режиссер. Сложно быть актером и режиссером одновременно. Поэтому, да, коллектив я люблю, даже когда меня критикуют, все равно это полезно. Ну, это оптимистический взгляд на жизнь, на вещи. Но актер все равно находится в социуме, когда выходят на сцену, перед ним зрители. Это тот же коллектив, и надо уметь взаимодействовать с ними, донести какую-то мысль, какую-то информацию, чувство, вызвать ответную реакцию. Поэтому, конечно, постоянно взаимодействуем. Ну, ты ведь по жизни оптимистка? Ну, пессимисты не выживают. Хорошо. А, скажем, вот возникла трудная ситуация, вот роль не получается. Я даже не говорю, что там текст можно вызубрить, костюм можно одеть. Но вот она не складывается роль, просто вот нет этого образа, да, нет этого ощущения, вот как ты говоришь, скажем, там, 18 века, или чего-то там наоборот, какого-то неведомого будущего. И с какой стороны ты к ней не подходишь, не получается, вот как ты справляешься? Вот что твой помогает при этом оптимизм? Или есть какие-то личные, авторские такие методики выхода из этих сложных, трудных? Ну, пока я иду к Валерию Анатольевичу, он знает все, поскольку его жизненный опыт побольше, и он подсказывает, смотри, а вот тебе вот этот монолог надо прочитать на кладбище. Да? Ну, ладно. А вот это еще как-то, хорошо. А вот здесь представь, что ты играешь кусочек из Раскольникова, и перенеси это сюда. Поэтому пока мне помогает Валерий Анатольевич. А потом будет жизнь. А, скажем, вот эти знаменитые формулы использования своего личного опыта, в том числе и сердечного опыта, какие-то влюбленности, невлюбленности, разочарования, использования своего личного метода переноса в роль, да, вот этот прием используется? На нем просто все актеры живут. Называется опыт нервной клетки и лифт памяти. Конечно, мы вытаскиваем свои какие-то эмоции, ощущения, грусть из прошлой жизни. Но самое сложное, это когда тебе надо сыграть то, что тебе неведомо. Ну, например, если 20-летней девушке нужно сыграть 40-летнюю женщину, а у нее нету этого жизненного опыта. И вот тут начинается проблема, потому что вибрации другие, ощущения другие. Опуститься вниз еще можно, вспомнить детство, молодость, а вот когда играет старика старушку, это да, это тяжело. Не у всех получается. Ну, и как выбираться? Наблюденность. Плюс какие-то рассказы, плюс общение. Можно побывать в среде таких людей, которые, не знаю, сидят на скамеечке, бабушки что-то обсуждают, едят семечки. И ты начинаешь не только внешне их копировать, но и пытаться понять их проблемы, их жизненный опыт, залезть внутрь. И это помогает. Как бы представить себя, да? Ну, как говорил Станислав, если бы, вот я была такой, или, да, если бы, вот ситуация... Ну, житься в роль. Ну, вот люди, которые играют в сумасшедших, они же на самом деле не сумасшедшие, но как-то приходится вытаскивать из себя. Наблюденность. А как рождаются твои какие-то творческие задумки, образы? Они не рождаются, они в космос летают, ты их просто берешь там, взял, здесь взял, и думаешь, что бы с ними сделать? Они сами приходят? Конечно. На самом деле, во сне еще бывает что-нибудь приходит. Спишь, спишь, опа, озарение. Можно вообще перед сном написать на листочке, что тебе нужно, и что у тебя не получается поспать, а потом утром у тебя есть готовый ответ. Это очень удобно. Не, ну тогда бы все искусство строилось так. Ну, просто не все умеют этим владеть. И это прямо стабильно, на 100% результат? У меня, да. Нет, ну это интересная практика, может быть, тоже стоит попробовать. То есть просто на листочке пишем. Да, да. И запускаем в космос и ждем, да? Да, да, конечно. Ну ладно, вот родилась идея, да? Вот ты вот сделала некие шаги, некие репетиции, да? Вот с кем-то там вот ты как бы посоветовалась. То есть пошел, 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 пошел процесс, как бы вот идет, как бы, допустим, метюн, да? Какой-то вот ты снимаешься в этом метюде. Когда ты ставишь точку, вот как ты чувствуешь, что ты сделала, что дальше уже не надо? У тебя есть такой момент истины, когда ты все, вот все, что ты могла, ты как бы в роли в этой или в этой ситуации, да, или вот в этом кадре совершила? На самом деле режиссеры ставить точки не умеют. Для них есть продюсеры. И поскольку я была продюсером, то я умею ставить точки, просто исходя из времени. Потому что жизнь короткая, и вот этот проект надо заканчивать и переходить к другому. И плюс это вопрос денег. Если это в большой киношной среде, то деньги закончились, ну как ты будешь дальше работать? Нет, все. Нет, продюсер-то продюсер, но я имею в виду другое. Ну, как, скажем, если так взять отвлеченный, ну там Илья Ефимович Репин там пишет картину, там большую, да, на холсте, и ставит последний мазок. Я вот об этом последний мазке художника. А потом бежит в Третьяковскую галерею, дорисовывает, его оттуда выгоняли, а Иванов лет 10 рисовал своего Христа, поэтому художник не может остановиться, должен быть кто-то сверху, поэтому надо переключаться. Вот здесь я художник, а здесь уже нет. Но при этом, и Ангар тоже 25 лет писал источник. Ну да. Если ты помнишь эту картину. Каждому свое, да. 25 лет одну картину. Нет, это все правомощное, я это не оспариваю. Но, однако же, есть какое-то удовлетворение, что вот я сделала, у меня получилось, хватит, тайм-аут, перерыв. Бывает, что просто организм устал, ты себя изматываешь, ты себя нагружаешь вот этой проблемой, и варишься, 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 а потом чувствуешь все. И надо делать перерывчик. Собственно, вот это и временная точка. А дальше можно продолжать строительство. Понятно. Хорошо. А тогда еще вопрос все-таки о коллективе. Но ведь люди-то все разные, у каждого свой жизненный опыт, и творческий опыт свой, и какие-то художественные пристрастия свои. И если возникает спор, не буду говорить конфликт, ну какой-то спор, или какое-то несогласие, какая-то размолвка, даже, может быть, с режиссером, или с актерами, с твоими партнерами, да, в кадре, вот в той сцене, в которой, как ты к ней подходишь, как ты ее решаешь? Ну, я считаю, что главный должен быть один, это режиссер, поэтому все вопросы к нему. Как бы актеры не конфликтовали, или оператор что-то там хотел, все равно решает режиссер. Поэтому я подчиняюсь. То есть личного какого-то авторского нет ключа? Я не имею права, потому что режиссер видит картину, в общем, он понимает, как это будет со звуком, там, с цветокоррекцией и так далее, а я не знаю. Поэтому это вопрос режиссера. Он уже отвечает, понятно. Он отвечает, да, я как продюсер, я только деньги, и сам процесс, а творческая задумка к режиссеру. Иначе какой он после этого режиссер? Я подчиняюсь. Актриса должна быть жесткой? И если должна, в каких ситуациях? Дайте денег. Нет, на самом деле я считаю, что актриса должна быть разной, и жесткой, и мягкой, и на то она актриса, чтобы меняться. Я не люблю актрисы, актеров, которые начинают наглеть и что-то требовать. Это нехорошо, это невоспитанность. А по отношению к себе, жесткой? Ну, я не знаю, как прием такой аналогии, ну, не знаю, она фигуристка, там она вот с утра до вечера на льду, там с небольшими перерывами, и вот она себя, вот у нее воля такая спортивная, вот ей надо олимпийскую медаль. Вот что-то подобное должно в актерском деле? Актерское сложнее, потому что в фигурном катании сразу видно результат. Прыгнул ты, не прыгнул, свой тулуп или там еще что-то. А актерское, это более тонкое, можно себя загнать, как музыкант, который по 8 часов играет подряд, у него зажмутся пальцы, и он не сможет идти дальше. И главное, у него уши уже не будут слышать. Также у актера не будет внутреннего слуха, и он не будет понимать, что происходит. Поэтому надо делать перерывчики и без садизма. Иногда бывает, что ты просто чем-то вдохновишься, отвлечешься, и процесс пойдет. Все-таки это искусство, творчество, а не спорт. Это совсем другое. Ну да. А такой вопрос. Ну, кино – это искусство, как мы уже выяснили, да? Кино – это не только искусство. Это две составляющие искусства плюс техника. То есть, ты должен разбираться в технической части и в творческой. Они взаимосвязаны. То есть, это не просто я создала. Это как художник. У него есть кисти, масляные карандаши и так далее. Он должен ими владеть, их чувствовать. То же самое в кино. А в чем вообще смысл художественного творчества? Ну, у каждого смысл. Кино, кино. Вот что, для чего? Ну, это как у писателя. Не можешь писать – не пиши, не можешь создавать фильм – не создавай. Все эти режиссеры-фанатики, они не могут не снимать фильм. Это помогает им выразить какую-то свою идею, отношение к жизни. Ведь зачастую режиссеры снимают фильмы про себя, про какие-то внутренние проблемы. Они хотят очиститься или найти ответ на какой-то волнующий их вопрос, и они снимают фильм. И здорово, когда этот вопрос волнует не только их, но еще и других людей. И самое лучшее, когда этот вопрос немножко сбегает вперед. То есть, он опережает эпоху, опережает какое-то историческое событие. И люди говорят, да, он гений. Ну, как Тарковский, например. А у тебя есть такой вопрос? Вопрос к себе, к зрителям? У тебя есть… нет. Который хочу решить? У тебя есть то, что ты хочешь выразить, да, то, что ты хочешь сказать людям, миру? Ну, у меня, скорее, примитивные вопросы дружбы и взаимопонимания среди детей. Поэтому меня вот это волнует. То есть я… Поэтому вот те детские фильмы, о которых ты сказала? Ну, да, потому что очень много жестокости. И сейчас в связи с гаджетами очень много углубленности в компьютерные игры, мультики и так далее. И уход от реальности. То есть современные подростки и дети не взаимодействуют, не общаются. Если общаются, то очень грубо. Они закрываются, они прячутся в эти интернеты, в какие-то такие свои домики. Ну, впрочем, и взрослые этим занимаются. Меня вот это волнует. Мне бы хотелось, чтобы люди общались вживую, чувствовали друг друга. Как было раньше, например. Ну, как у нас было. Ну, все-таки вот… Бегали по улицам, играли там палочкой, это пистолет, не знаю что. А вот это потерялось. Современные дети не гуляют, не взаимодействуют. И плохо друг друга понимают. Меня это волнует. А я опять вернусь к Зимове Курагутскому. Вот он считал, что он же был главным режиссером «Тю» за 25 лет, да? И он считал, ну, он вставил как бы детские спектакли, да? Детские спектакли, то есть спектакли для детей. Но при этом считал, что не должно быть такого понятия спектакля для детей. Ну, это как Пушкин писал сказки, но на самом деле они были для взрослых. Они должны быть для всех. Так и есть, да. То есть ребенок, может быть, еще больше разберется в том, что ему показывают или читают. Чем, поскольку он как-то более открыт и более мотивирован. Ну, ребенок ближе к первоистокам, а мы немножко заблокированы. Мы как в школу идем, сразу у нас идет блокировка, и мы многие вещи не ощущаем, мы их теряем. Это плохо. Надо в себе воспитывать или сохранять ребенка. Ну, это да, но можно перегнуть палку и в 40 лет быть ребенком, который не может себя обслужить, не может решить никакой вопроса тоже плохо. Надо уметь переключаться. Сейчас я взрослый, сейчас ребенок. Собственно, я этим и занимаюсь, потому что нельзя все время быть взрослым, нельзя все время быть ребенком. Скажи, пожалуйста, когда ты получила опыт продюсерства, тебе не захотелось быть просто продюсером? Ну, я спросила у Плаксина. Он сказал, да, это очень денежная профессия, но она рискованная, как бизнес. То есть ты можешь выиграть много денег, а можешь проиграть. И я еще пока не очень умею раскручивать проекты на фестивале, отправлять и так далее. Мне вот этого не хватает. То есть нет, продюсер из меня, конечно, получится, но надо пройти все этапы. Не только начальные и срединные, когда организация процесса, но еще и финиш, когда денежки идут. Не может получиться так, что ты сначала отучилась у Плакси на два года, потом два года окончишь курс у Зиновьева, а потом еще куда-либо. Я на самом деле уже у всех поучилась. Я училась у Мельницкой, у Платона, у Мартынова старшего, оператора. Я у всех попробовала. Даже у Ганшиной была, поэтому я знаю, что к чему. Мне пока не надо. То есть мне дали направление, а дальше я должна сама развиваться. Существует такое мнение, это даже я вот слышал из руководства школы, что высшая школа режиссеров, сценаристов меняет людей. Вот она тебя как изменила? В положительную сторону. Ну, на самом деле... Ну, чего не было до школы и что стало в школе? До школы я вообще не смотрела фильмы, телевизор уже лет 20 не смотрела, мне это было неинтересно. А тут я поняла, что в этом что-то есть. Я даже поняла, на что обращать внимание. То есть я сейчас смотрю фильмы, я о свет, о игра актеров, а вот здесь вот это, а здесь музыкальное сопровождение, а здесь такие звуковые эффекты. То есть я начинаю фильмы, раскладываюсь по полочкам. И это очень увлекательно, мне нравится. То есть я черпаю оттуда идеи и использую для себя. Со светом приходилось работать? Со светом, да, но я пока с ним не очень дружу. Все-таки нужна большая практика. А по ощущениям, насколько свет силен? Что он может создать в кадре? Все может создать. Он создает атмосферу. У операторов есть два инструмента камера с объективами и свет. Все, больше ничего нет. На самом деле мне свет очень нужен для создания аниматиков и для распределения в 3D-пространстве. Потому что с светом можно поиграться и это очень легко делать в компьютерных программках. То есть в принципе я могу потренироваться в программке, а потом использовать это в реальности. Я думаю, что у меня пойдет процесс. То есть можно бегать в студии и ставить свет, а можно это посмотреть внутри компьютерной программки. Это очень реалистично. Поставить персонажа, заставить его двигаться, перемещаться. Можно вообще спроектировать кусок сцены и получить за это большие деньги, потому что операторы сэкономят кучу времени. А в отношении монтажа ты умеешь монтировать? Конечно. Хорошо. Это все приобрелось навыки у Плаксина? Нет. На самом деле Плаксин этому не учил. Он просто сказал, ребята, поняли, поняли. Все уже приходят умея монтировать. Я первый монтаж сделала, когда ребенку был год. Я посмотрела, что можно склеивать фотографии, видео и смотрится хорошо. И потом я даже решила открыть фирму и помогать людям делать монтаж и всякие разные спецэффекты. Но потом это дело не пошло, потому что у меня были маленькие дети, мне было не до этого. Так потихонечку практиковалось. То есть смонтировать для меня не проблема, но там же есть просто монтаж, а есть драматический монтаж. Когда ты ставишь акценты, когда ты создаешь темпо-ритм, это более тонкая штука, и этому надо учиться. То есть это надо вычленять из фильмов, это надо как-то с музыкой взаимодействовать. Я ходила к Денису на драматический монтаж, и он сказал, что у него была ученица, которая лучше всех монтировала. Он не понимал, почему. А потом выяснилось, что она бывшая барабанщица. То есть она настолько чувствует ритм, что у нее монтаж всегда так, как надо. И она этим монтажом, этим ритмом добивается того эффекта, который ей нужен. Поскольку я занималась музыкой, я думаю, что мне это поможет при монтаже. Ты занималась какой музыкой? Разной. Я на самом деле училась в музыкальной школе в детстве, потом бросила, потом пошла во взрослую, училась на фортепиано, гитаре, аккордеоне. А потом мне было скучно, я еще пошла в оркестр играть на балалайке и в ансамбле на блокфлейте. И всеми этими инструментами владеешь? Ну да, правда я лет 15 не играла, но в принципе если вспомнить, то могу. Я играла на разных блокфлейтах, у меня была даже такая басовая, она как саксофон, мне безумно нравилась. И туда брали не всех, смотрели у кого растяжка хорошая, того берут, а если пальчики маленькие, нельзя. Я играла и по звуку это как орган, это как разные трубы у органа, мне это безумно нравилось. Ну бах, играли. А в плане сочинения музыки? Ну в плане сочинения музыки, я когда училась в музыкальной школе, там был преподаватель и можно было писать, ну за 4 часа можно было все что угодно наклепать, но у меня параллельно философия была в университете, мне было жалко их бросать, поэтому я выбирала, ну что музыку сочиняем или на философию. Нет, сочинять, да. Ну у меня сейчас ребенок уже в музыкальной школе все время сочиняет, у них там основы гармонии есть. То есть если, скажем, будет задача сочинить саундтрек к новому фильму? Сочинить, да, но там есть еще такая тонкость, я как раз изучаю этот вопрос, там есть аранжировка, сведение и мастеринг, то есть мелодию это сочинить не проблема, а потом нужно это раскидать по разным инструментам и найти баланс. И вот этому надо учиться, мы тут с Димой Бондарчуком обсуждали и он мне показал свою композицию и говорю, Дима, ты молодец, но чуть-чуть у тебя проблемы со сведением. Он не обиделся, он меня честно выслушал, я ему кое-что посоветовала. Ну, потому что это вопрос опыта, навыка. То есть ты смотришь, как делают другие, пытаешься повторить, но ухо не натренировано, надо потихонечку к этому приходить. Но это безумно интересно, я это люблю. Есть еще оркестровка, я не умею делать оркестровку, меня в музыкальной школе хотели заставить, но ты смотри, возьми квартет, там струнные, скрипка, альт, вилончели, контрабас, напиши под них. И выяснилось, что там даже не скрипичный басовый ключ, там есть специальный альтовый ключ, это надо перекидывать на несколько ноток мелодию, в принципе, это несложно, но к этому надо привыкнуть и адаптироваться. Хотя сейчас, я думаю, что в Сибири и в других программках можно это сделать. Ну вот сейчас, даже будучи на актерском, тебе же приходится монтировать, собирать какие-то этюды, озвучивать, то есть заниматься такой чисто технической стороной. Ну да, монтировать-то уже несложно, а вот очистка звука, тут надо набивать руку. Я знаю изотопы RX и другие программки, которые это хорошо делают, плюс нейросети помогают. Поэтому да, я здесь тренируюсь. А часто приходится общаться к нейросети? На самом деле, мне Дима показал, и я поняла, что это удобно. Есть Voice Isolation, такая штучка, буквально включаешь, и она тебе подчищает, а ты выбираешь, сколько тебе процентов, 100, больше, меньше, потому что если очень много процентов, то роботизированный звук. То есть надо найти какой-то баланс, чтобы было немножко шум, но при этом качество звука тебя устраивало. Но это все ушки надо тренировать. Поэтому да, нейросети – это великая вещь. Нейросеть опасна кинематографу? Да, вообще компьютеры опасны для человечества, потому что искусственный интеллект их сделает только так. И зачем нужны будут люди, если все может компьютер? Так я к этому и подвожу, про это и говорю. Насколько она вообще способна взять и вытеснить все лучше? Она пока не способна, потому что мы люди, и нам нужно то, что делают люди, например, в музыке, сейчас специально вставляют ряд ошибок и погрешностей, чтобы люди поверили, что эту музыку исполняет настоящий человек. Потому что когда все идеально и механизировано, это никому не надо. Я думаю, что и в живописи должны быть какие-то искажения и не абсолютная симметрия. А это может сделать только человек. Ну, пока. Ну, это же все развивается. Ну, я считаю, что если тебе помогает нейросеть, это хорошо. А ты можешь заняться еще одним другим? Да, если помогает, тут нет вопросов. Я не вижу опасности, потому что всегда можно выключить из розетки компьютер, и все. И он ничего не сделает для человечества. Вот так вот. Скажи, пожалуйста, вернемся в стены школы, хотя мы тут и находимся, в высшей школе режиссера сценаристов. Вот из всех тех лет, которые ты провела и проводишь в школе, самое яркое событие, вот что запомнилось? Общение с Плаксиным. Это просто изменение мышления, это такое счастье, это как приходишь в университет, потому что в университете были очень умные люди, эрудированные. И я настолько к этому привыкла, что когда я хожу в обычной жизни, мне тяжело и скучно. А Плаксин, он оттуда, из интеллектуальной элиты. Он чуть ли не единственный, который пишет без ошибок. Я его за это очень уважаю. Это, конечно, глупо, но, правда, он очень умный. И он давал какую-то энергию, да? Для всего? Ну, мы друг друга подзаряжали, да. Он иногда от меня уставал. Хорошо. Ну, ладно, несколько вопросов тогда общих, поскольку ты в кино, мы в кино. То есть, и, в принципе, как я вначале сказал, то есть, наверное, какую-то свою лепту мы внесем вообще в будущий кинематограф, российский кинематограф. А иначе зачем учимся? Так вот, твое видение вот нынешнего состояния российского кино и его там соотношение с другими школами, киношколами, я имею в виду, да, мировыми. И твое ощущение вообще, что будет дальше, к чему нам стремиться или к чему нас подведет кино или вообще вот эта общая ситуация в кинематографе? Если честно, меня немножко пугает, что у нас все идет стандартизированное и мы по одному лекалу делаем фильмы под американский шаблон. Не то, чтобы это плохо, но мы не изобретаем ничего нового и все, что придумал Эйнштейн, Пудовкин и другие режиссеры, мы это теряем. Мы теряем операторскую школу и это грустно. Нет, я верю, что у нас все будет хорошо и я постараюсь на это повлиять, но, к сожалению, российское кино сейчас в упадке. Правда, Плаксин говорит, что все будет хорошо. Он учит молодых режиссеров, операторов и он говорит, что с операторской частью у нас все прекрасно. Осталось найти хороших режиссеров и все будет хорошо. Ну, говорят, что дефицит сценаристов. Ты не пробовала писать сценарии? Я пробовала, но у меня это пока не очень получается. Все-таки надо практиковаться. Хотя без сценария не будет ничего. Мне, например, для создания мультиков нужен сценарий. Показала Мирлицкая, она немножко подредактировала. И я поняла, что да, она права, потому что у нее колоссальный опыт. Но ведь смотри, особенно в последнее время, скажем, такого, как сказать, полного засилия американского кинематографа даже в прокате сейчас нет. Ну, это в связи с политической обстановкой. Так, может быть, она как раз и сыграет положительную роль. Да, изоляция полезна. Я не спорю. Типа импортозамещение в кинематографе? Очень, может быть, да. Нет, я думаю, что все будет хорошо, потому что люди видят проблему. Значит, когда-нибудь найдется решение этой проблемы. Хорошо. Тогда такой вопрос. Ну, уже как студентке тертой. Да, уже почти выпускницы. Выпускницы, да. Вот представим себе абитуриента или абитуриентку, которые хотят, которые просто уже решили, вот поступаю там, летом, да, подаю документы в высшую школу режиссер-сценаристов. Вот к чему им надо быть готовым? Ко всему. Потому что кино – дело необычное и могут пригодиться любые навыки, которые тебе встречались в предыдущей жизни. Он плакственно говорит, я использую все, чем у меня научили, и там, и сям. И, кроме того, надо понимать, что все-таки это не детский сад, это даже не университет, это дополнительное образование. Тебе придется самому думать, что-то решать, и никто за тебя это не сделает. То есть задача высшей школы – это направить, подсказать тебе что-то. Но в связи с твоими запросами, идеями, а не навязать тебе «давай, ты сейчас будешь снимать фильм про это». Поэтому в этой школе могут учиться только взрослые, сознательные люди. Нет, ну и работать надо много. Это да. Сложно совмещать, потому что многие люди где-то поздно работают, а потом еще приходят сюда, и голова уже устает, и ничего не хочется, и плюс надо выполнять какие-то задания. Например, операторы должны что-то снимать в свободное время. А где найдешь свободное время? Ну, приходится находить. Это главное сложность, да? Осознанность плюс свободное время. А вот насколько должна быть явлена такая вот личная творческая инициатива? Ну, все-таки школа из школы, есть мастер или учитель, или педагог, есть ученик, который сидит там, слушает, записывает. Вот насколько он должен быть активен по отношению к мастеру? Максимально активен. Надо выжимать из мастера все. Потому что есть ребята, которые приходят, стесняются, ну как, а вдруг меня не спросят? И они теряют и время, и силы, и деньги. Надо, если с тобой могут, поделиться, это брать. То есть... Собственно, надо брать от жизни все, от мастера тоже. Силой брать. Силой. Нет, но воспитанные интеллигентно, но попросить совета, почему бы и нет? Ведь они же более опытные. Они как будто сидят на горе и смотрят с высока. А ты внизу, и ты пытаешься забраться на эту гору. Иногда получается, иногда ты скатываешься вниз. И вот мастер-гуру, который сидит наверху, он тебе что-то подскажет. И это здорово. То есть, грубо говоря, абитуриен должен понимать, что вот он, скажем, через месяц встанет на лыжню, марафонскую. Упадет и поедет дальше. И он не может, не имеет права сходить с нее, если он чего-то хочет. Вот он встал на лыжню и побежал. А не получится. И до конца марафона, до финишной, вот он должен идти, идти, идти все время себя, как бы... Тут такая штука, что люди настолько увлекаются кино, что они бросают все. Бросают детей, семьи, работу, бывшие какие-то увлечения и занимаются только этим. То есть, кино поглощает. Причем люди, они прямо вот до смерти этим занимаются. Они не могут отсюда уйти. Вот Дима Бонтарчук, он был, я не знаю, там, строителем, инженером, ну, каким-то технарем. Он настолько погрузился, что ему отсюда уже не выйти. То есть, ты этим живешь. Либо ты живешь кино, либо ты этим не занимаешься совсем. И надо с этим определиться, надо тебе это или нет. И это вне зависимости от выбранной профессии? Конечно. То есть, в любой, в любой вот. Актриса, супервайзер, или все? Ну, она синтетически взаимосвязана. То есть, ты не можешь сказать, что вот я только актер или я только оператор. Тебе, как оператору, надо еще чувствовать, что делает актер, как-то с ним взаимодействовать. Ну, режиссер, это еще более широкая профессия. Конечно, все взаимосвязано. И ты для себя уже вот этот выбор, уже все сделала, да? Вот как бы вот ты на лыжне. Ну, я вижу перспективы. Я вижу, что это приносит деньги. По крайней мере, как супервайзер можно очень много заработать. Актриса под вопросом, потому что конкуренция колоссальная. А вот супервайзер, это здорово. И, как говорит Плаксин, можно дома ночью в белых тапочках. И мне это нравится. Ну, тогда у меня последний вопрос из заготовленных. Твои пожелания будущим студентам, выше школы, режиссерам, сценаристам? Ну, ребята, не бойтесь, пробуйте, и все у вас получится. Спасибо. Спасибо за беседу. Ну, дорогие друзья, вот у нас сегодня была первая беседа новой странички цикла кинореплики. Мы разговаривали с Ольгой Ксенофонтовой. Это студентка второго курса в мастерской Валерия Зиновьева, класс киноактера, будущая актриса и уже действующий супервайзер. Еще много-много у него было и есть направление деятельности в кинематографе. Спасибо, Оля, за беседу. Прошу вас. Всего хорошего. До будущих встреч. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok